Времена для Беларуси наступили, прямо скажем, не самые легкие. Экономика не может полностью восстановиться после кризиса, соседнее государство втягивает в конфликт, а оппозиция требует смены власти. Эксперт Катерина Барнукова рассказала, как может отразиться на белорусской экономике санкционный режим, который ввели сразу Литва, Сербия и другие страны. Она подметила, что самым серьезным ударом стали санкции на транзит калийных удобрений. Оно и неудивительно, ведь удобрения приносили основную валютную прибыль режиму Лукашенко. Но в Беларуси живут и простые люди, которые в скором времени могут ощутить санкционные кандалы. Экономика страны потеряет приблизительно 3 миллиарда долларов в этом году, а ближайшие союзники помогать не торопятся. Второй момент — санкции со стороны Эстонии. На самом деле речь идет не о новых санкциях, а о реализации санкций, введенных Евросоюзом. Эстония просто уточнила конкретный товарный код нефтепродуктов, ввоз и транспортировка которых будет запрещена. Убытки Беларуси здесь подсчитать сложно, потому что она теряет не только уже имеющийся экспорт нефтепродуктов, но и потенциальный коридор для обхода санкций ЕС. Вероятно, речь идет о нескольких миллиардах долларов экспортной выручки. Конечно, это не лучший поворот событий, но пока ничего трагического не произошло, уверенный эксперт. В ответ Беларусь запретила железнодорожный транзит из Литвы. В основном это касается торговли между Литвой и Украиной, где продаются нефтепродукты и калийные удобрения. Убытки Литвы составляют несколько сотен миллионов евро, но надо понимать, что Беларусь сама пострадает от контрсанкций. С одной стороны, это затронет белорусские железные дороги, которые уже понесли убытки в результате калийных санкций. Между прочим, Лукашенко, который все больше полагается на политическую и финансовую поддержку Кремля, призвал к более тесным оборонным связям с Москвой и недавно предложил разместить у себя российское ядерное оружие. Ядерного оружия пока не добились, но в Минобороны России заявили, что два бомбардировщика Ту-22М3 отработали взаимодействие с белорусскими ВВС и средствами ПО в ходе четырехчасового полета. Он последовал за несколькими аналогичными патрулями над Беларусью, которые граничит с Украиной на севере. Миссия возникла, когда Кремль перебросила войска из Сибири и Дальнего Востока в Беларусь для проведения крупномасштабных совместных учений. Операция способствовала наращиванию российской военной мощи вблизи Украины и усилила опасения Запада по поводу возможного вторжения.